Сегодня у научных установок Гомельской области снова прогучали первые звонки. На урочистые линейки пришли амаль 153 тысячи школьников, 16,5 тысяч, из которых первоклассники. Управнание с минулым годом их количество увеличилось, что позволило додатково сформировать еще 20 классов. Урочистости с нагоды дня веда у средней школы номер 2 города Турово сегодня наведали премьер-министр Беларуси Сергей Румас и старшиня Гомельского Абловы Конкама Владимир Дворник. Подрабязности в материале Олега Синцерова. У Туровской системы эдукации великой истории первая школа тут была побудована еще в 1567 году. По загаду князя Константина Астровского, далече мясового урадженца, занятки в сучасном будинке ведутся за 1971-го. Сирот наученцев этой школы, специалисты мясовых предприемств, новоковцы, державные деющие. На урочистой линейце у другой Туровской средней школы 370 наученцев, 15 из-за каких першоклассники, звичайно непоседливые, зараз сирот утих в учню, и они бы дают самые спокойные. Не меньше за детей хвалюются и их батьки. Катерина Шахрай кажется, что до школы рахтовали все старанно, а тому, видимо, сподяется, что первые школьные дни першоклассникам запомнятся только приемными ураживаниями. Очень хотел, так же, как и мы, ну, как готовили. Волнуемся, конечно, очень первый раз, первый класс, но, я думаю, все переживем, все будет хорошо. Гэтая линейка наученцам и наставникам другой Туровской средней школы запомнится надолго. Сирот гоноровых гостей свята, премьер-министр Беларуси Сергей Румас, приезд к героинька урада Минавита у гэтую школу не выпадковый. 42 годы тому Сергей Румас пришел сюда у перший класс. Сегодняшний день для его гэтая еще и приемная вспоминная в дзятинстве. И у якости подарунка от премьер-министра, сертификаты на интерактивную дошку и спортивный инвентар. Ясчайден подарунок от сочинения Гомельского оборудования Владимира Дворника. Компьютерный класс, умовы на вычание у городских и сельских школах не повинны адрозниваться. Гэта принциповая позиция керунька региона. Создать равные условия для любого региона для получения образования. И если еще недавно, лет 5-7 назад, по уровню тестирования сельские школы, районы уступали крупным городам, то сегодня мне приятно констатировать, что ситуация кардинально изменилась. Сегодня сельские школы являются по уровню тестирования, по оценке тестирования, выше, чем крупные города. И это радует. У этой научной установки школьный сад займает наплыв на коле третьей территории. Сегодня он привлечился еще больше. Премьер-министр Сергей Румыс и старшиня Гомельского оборудования Владимир Дворник разом с лучними молодших классов и их батьками посадили пихтовую аллею первоклассника. Еще просто некольких хвилин. Сустреча с будущими выпускниками, размыва, выборы будущих профессий, перспективы развития турова и умов, которые необходимо створать для особого развития молоди. Креху под ней Сергей Румыс о пришкольных годах узгадая еще раз. Детство наше отличалось от детства сегодняшних детей. У моих дедушки и бабушки не было телевизора в доме. И тогда все дети, у многих, кстати, соседей, я даже не знаю, у кого тогда был телевизор. И дети проводили больше времени на улице, зато росли здоровыми, ловили рыбу, гоняли в футбол. Поэтому воспоминания очень хорошие. И каждый год, бывая в Турове, я вижу, как благодаря усилиям местных властей Туров преображается. Конечно, толчок дал и Туровский молочный комбинат. И я горд тем, что приложил руку к тому, что на моей малой родине в 3000-м Турове построено самое крупное в Республике Беларусь предприятие по производству сыров. У перший день нового научального года у школьников усяго один урок, присвеченный году малой родины. У понеделок, яны придут у свои классы знов. У Туровской средней школе номер 2 пошнутся полновартостные занятки. Олег Сентяров, Йоген Макеенко, телераду и компания «Гомель», Житковский район. Субтитры создавал DimaTorzok